Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами Артём Пришков и в этом видео я хочу рассказать о результатах от осланного первого письма с целью убрать неактивных подписчиков, неадекватных подписчиков или подписчики, которые сейчас уже не хотят читать вашу рассылку, ну в данном случае мою. Зачем это делать? Я сейчас в детали вдаваться не буду, я говорил об этом вот в этом видео, если не смотрели это видео, пересмотрите, просто вы должны знать, что это делать обязательно нужно, чтобы у вас просто была больше открываемость ваших писем и ваши письма меньше попадали в спам, так скажем. А если ваши письма лучше доходят до ваших адресатов, вы естественно и больше будете зарабатывать в итоге. Вот, ну так что, давайте посмотрим, что из этого получилось. Вот это письмо, да, вот 3.06 я отправил 20.32, сейчас у нас 5 июня 11.50, ну получается даже еще не прошло двух суток, но уже есть результаты. Давайте посмотрим на эти результаты. Во-первых, мы по статистике можем сейчас посмотреть, да, что вот было отправлено 100% писем, открыто было 6.35 письма и 2.43 сделали клики. Давайте посмотрим внутрь письма. Письмо с довольно-таки провокационным заголовком, да, и здесь мы видим, что открыто было 1826 писем. При этом отправлено было на 28 тысяч человек, на 28.730 человек. Представьте, 28 тысяч отправлено, открыто всего 1826. Вопрос, куда делись вот эти люди, которые не открыли письма? Они открыли письма, получается вот 26.893 неоткрытых письма. То есть, 93% людей никак не отреагировали на мое письмо. Вот с этим заголовком. В чем может быть проблема? Проблема номер один. Люди уже давно не читают этот почтовый ящик. Проблема номер два. Сервис Smart Responder просто не зафиксировал эту статистику. То есть, на самом деле, открыто было больше, просто вот люди пользуются какими-то приложениями, которые еще не дают статистику для Smart, и он не понимает, что это письмо было открыто. Почему я так думаю, почему я так знаю? Потому что сейчас, если мы зайдем на само письмо и посмотрим, сколько было переходов, то это число будет от этого отражаться, отличаться. Вот здесь переходов по ссылкам из письма 698, но вот если мы перейдем к самому письму, давайте сейчас это сделаем. Вот я нажал посмотреть письмо. Мы увидим, что кликов на самом деле было больше, вот 713. А здесь нам Smart говорит, что было кликов 698. То есть, уже есть погрешность. Значит, мы не можем верить 100% данной статистике. Поэтому, то, что здесь написано, что было открыто 1826 писем, это не значит, что было открыто точно такое число. Есть плюс-минус какой-то процент. Ну, скорее всего, минус. То есть, на самом деле, здесь было больше открытых писем. Ну да ладно. Вот мы сейчас сделали, отправили такое первое письмо с таким провокационным заголовком. Что мы здесь еще видим? 11 писем вообще было не доставлено. Это 0,04%. Потому что письмо попало в переполненный ящик. Вот они. То есть, эти переполненные ящики нужно сразу удалять. Вот я как это делаю? Нажимаю на циферку. И вот здесь даже уже 8 их. То есть, и мы сейчас просто выделяем этих людей и удаляем. То есть, они все равно наши письма не получают. Поэтому их не жалко эти имейлы удалить. Чтобы они не засоряли нашу рассылку, так скажем. И не портили нам статистику. Хорошо. Давайте сейчас вернемся в статистику работы системы. Зайдем опять в это письмо. Отписалось, обратите внимание, друзья, за несколько дней, ну не за несколько дней, за почти двое суток, отписалось 232 человека. Даже они не отписались, а они удалились из списка 229. В чем отличие между отписались и удалились? Отписались это те, вот они всего три человека отписались, отписались конкретно от той рассылки. Но они не удалились полностью из моей базы подписчиков. То есть, они будут получать дальше от меня какие-то письма, которые я буду присылать. А те люди, которые удалились, они вообще удалились. То есть, я им теперь не смогу прислать письма. Это 229 человек. Вот вы сейчас скажете, да, ого, там кто-то там месяц столько подписчиков набирает, да, у меня они там за полтора дня удалились. Эти люди, они вам на самом деле не нужны. И мне они тоже не нужны, потому что это плохие люди для моей рассылки. Чем они плохие? Они неадекватные, да. То есть, скорее всего, они бы когда-то нажали на кнопочку спам. То есть, сейчас, видите, никто не нажал на спам, это хорошо. А если люди нажимают на кнопочку спам, когда вы присылаете письмо свое, то, опять же, сервис, почтовые сервисы, Яндекс, Майл, Джимайл, они потом могут всю вашу почту абсолютно заблокировать и отправить в спам. Поэтому таких людей нужно удалять. Вот. И почему они нажимают спам? Ну, потому что они, как говорится, плохие люди, да, им неинтересна ваша почта. И они, когда вы присылаете какие-то письма с какой-то темой, им это неинтересно, они считают, что им присылают то, что им не надо. Хотя они изначально, конечно же, подписывались на то, что им нужно, но потом они считают, что то, что вы присылаете, им не нужно. И поэтому отписаться они почему-то не умеют или почему-то долго не отписывались. Почему эти 229 человек сразу не удалились из рассылки? Они чего-то ждали. Да, они просто чего-то ждали. Вот пока я не написал вот это письмо, они не хотели удаляться. А сейчас они сами себя как бы удалили, и мне меньше работы делать теперь. То есть мне не нужно будет теперь их улавливать или ждать, пока кнопочку спам нажмут. И вот здесь я потом их в любом случае отсюда удалю. Потому что когда люди нажимают на спам, я тоже вижу, кто какой e-mail нажал, я захожу и удаляю этих людей. Ну дальше я вам покажу, у меня есть там еще цифры тех людей, которые нажимали на спам. Так, что я еще сделал, да, чтобы активных подписчиков собрать? Я еще сделал такую штуку, как создал специальную рассылку. То есть вот если мы сейчас зайдем на специальную в рассылке, я вам сейчас покажу, что я сделал. Я вот создал рассылку, да, июнь активные подписчики, вот. И затем я создал ссылку-счетчик для писем. То есть вот что мы делаем? Создаем рассылку отдельную, называем, например, активные подписчики, например, за июнь, да. И затем создаем ссылку-счетчик. Вот я ее создал. И здесь какая штука? Я здесь триггер определенный поставил, то есть действие. Вот, видите, одно действие к этой ссылке-счетчику прикрепил подписка на рассылку. Да, то есть что это значит? Давайте, чтобы вы поняли. Давайте я зайду в сам счетчик. Так, и вот здесь видите триггер, одно действие. Я выбрал подписать на рассылку. И здесь я, когда нажал подписать на рассылку, вышли рассылки, и я выбрал рассылку именно активные подписчики. То есть за июнь. Что это мне дало? Теперь, когда люди в письме нажимают на ссылку, они попадают сразу в эту рассылку. То есть вот если мы сейчас, вот перейдем к письму, которое я отправил, вот оно, письмо. Вот, когда люди нажали на ссылочку в письме, они автоматически, подчеркиваю, автоматически, попали вот в эту рассылку, подписались вот в эту рассылку. Активные подписчики. Давайте сейчас я еще раз загружу. Вот, активные подписчики. И вот как выявилось, что 1125 человек, это активных людей, которые непосредственно читают мою рассылку последние два дня. Вот именно из той базы 29 тысяч человек. Конечно, если мы подождем еще побольше, количество тут будет увеличиваться. Но основной приток все-таки происходит в течение первых двух-трех дней. То есть письма обычно читают в течение трех дней. Поэтому самая сильная кликабельность, это происходит в течение трех дней после отправки письма. Поэтому здесь еще число подписчиков, оно вырастет. Но уже сейчас можно смело сказать, что оно не будет, там больше еще тысячи человек еще не прибавится. То есть если сейчас еще 2-3 дня пройдет, это не значит, что здесь станет там 2000 человек с этой базы 29 тысяч активных. Прибавится, может, еще там, я думаю, там человек, наверное, 50-70, наверное, так, активных. Но вот это не больше будет там 2000 человек, я думаю. То есть вот такая на самом деле активная база у меня сейчас, 1125 человек. При этом общая база, по которой я отправлял данное письмо, она 29 тысяч человек. То есть если, например, у вас сейчас похожая ситуация, если у вас вроде бы много подписчиков, но отсылаете вы, когда письмо у вас там открываемость очень маленькая, то значит у вас как бы большее количество писем просто люди как бы не открывают по причине того, что... Ну я уже говорил эти причины, не буду повторяться. Пересмотрите видео, короче, еще раз. Просто смотрите, что я сейчас делаю, вот какие мои сейчас действия, какой план действий. Я сейчас просто, как сказать там, буду работать активно только с теми подписчиками, кто вот стал активным. То есть кто вот вписался в эту рассылку. Я буду отправлять письма именно по этой рассылке. И, естественно, открываемость будет уже не 3%, а процентов 80-70, я думаю. Ну опять же, я сейчас отправлю письмо, посмотрю. Опять же, тут от смарта зависит, как он будет считать статистику. Но в любом случае, открываемость здесь будет не 3% и уже количество тех писем, которые дойдут до вот этих адресатов, они намного больше. Вот, то есть когда у вас открываемость хорошая, почтовые сервисы не отсылают ваши письма в спам. И поэтому до вот этих людей мои письма будут доходить практически 100%. И, естественно, 1000 человек, активных подписчиков, это очень хорошо, целевых. Это хорошо для статистики, для вашей кармы, потому что сервисы рассылок видят, как реагируют ваши адресаты, ваши читатели на ваши письма, и они, естественно, не будут вас банить и отправлять в спам не будут. От этого, в целом, карма вашей рассылки будет очень хорошая, положительная. Ну, вроде бы все сказал, что хотел в этом письме, то есть если у вас есть сейчас своя рассылка, то можете делать вот именно такую штуку, да, как я. Можете такое же даже письмо отправить, уже ваше как бы дело. Но иногда нужно жестить, если вот у меня некоторые люди спрашивают, почему там на «ты» говоришь, там еще что-то там, вот там банить. Потому что реально людей нужно немножко иногда расшевелить, это для их же блага, как говорится. Ну да ладно, с вами был Артем Плюшков. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии под этим видео, рассказывайте о своей ситуации сейчас, в вашей email-рассылке. Может быть, я чем-то вам помогу, если я буду знать ответы. Ну все, ребят, жду ваших комментариев с вопросами, с рекомендациями, именно с пожеланиями и с вашими, как говорится, мыслями по вот этому видео. То есть понравилось оно вам или нет. Но если понравилось, ставьте лайки, вот на YouTube здесь есть лайки. Если не понравилось это видео, ставьте дизлайки, то есть мне без разницы. Главное, я хочу видеть, насколько полезно то, что я вам говорю. Все, до связи в следующих уроках.